Прямая линия президента Владимира Путина началась в 12.05 по московскому времени. Первой темой стала вакцинация. Много обращений от граждан к главе государства касались того, насколько поможет в борьбе с коронавирусом прививочная кампания. Глава государства настоятельно порекомендовал всем вакцинироваться. Тем более сейчас россиянам доступны сразу несколько отечественных вакцин. Сам Владимир Путин признался, что сделал прививку еще зимой. Это была вакцина «Спутник Ви». После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось в месте укола небольшая чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи, измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся 36,6. Все. И через сколько-то дней, сколько-то дней, дней 20 что ли прошло, взяли кровь, посмотрели результаты, высокий уровень защиты. Вот все. И вам рекомендую. Как отметил президент, вакцинация в стране идет на добровольной основе. Если есть, к примеру, медицинский отвод по состоянию здоровья, то прививку делать никто заставить не может. Речь идет о работодателях. Да и сотрудников за это увольнять незаконно. Жители страны также поинтересовались у главы государства о росте цен. Прежде всего, речь об овощах. Они зачастую стоят дороже завозных фруктов. Владимир Путин заявил, что минувший год показал спад в урожае. Ждем этого сезона. Ожидается, что ситуация исправится. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а как правило, из-за границы. Важная тема – безработица. Прошлый пандемийный год, увы, показал рост количества граждан, потерявших работу. Сейчас федеральное правительство готовит комплекс мер для выхода из этого положения. К сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%. Из регионов поступили жалобы от малоимущих граждан о невозможности расплачиваться за кредиты. Денег не хватает просто на жизнь, а тут еще банкам надо постоянно отдавать. Позиция руководства страны здесь четкая. Если у гражданина на руках остается ниже прожиточного минимума, списывать деньги банкам запрещено. Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определенного предела, ниже ПМ, если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого предела ПМ, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Отвечая на обращение граждан, президент заявил и о разовых выплатах семьям, где дети пойдут в школу уже с этого сентября. Деньги получат и шестилетки. Я считаю, что, и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году. За время прямой линии поступило несколько миллионов обращений от жителей со всей страны. Тему удалось затронуть совершенно разные. Как еще вначале отметил Владимир Путин, обращения, не озвученные в эфире, также пойдут в работу. Сергей Щеплягин, Время новостей.